Всем доброго дня! Не совсем, конечно, это день добрый. Сегодня день памяти. Дом профсоюзов, Куликовое поле. Гибель людей. Хочу всем людям, которые потеряли близких, которые пострадали в этой трагедии, угрозят соболезнования, слова поддержки. Знаете, пять лет прошло, никаких кожалений результатов нет. Сейчас очень рассчитываю на то, что тот закон, который проголосован в первом чтении по темчасовым сличным комиссиям, существенно изменит отношения парламентариев и во многих вопросах, а в первую очередь в вопросе одесской трагедии будут расставлены все точки над «и». Я более чем уверен, что к этому имеют отношения мои коллеги Пашинский, ну и люди, которые, так сказать, находятся рядом с ним. К сожалению, это правда, но почему-то все эти преступления до сих пор не расследованы. Опять приехали наши коллеги-депутаты-обозиционеры. Опять какой-то легкий пиар слышу в их словах, к сожалению. Единственное, что я могу сказать, что когда область в 2014 году возглавил Игорь Петрович Палеца, он существенно помог семье погибших в организации всех тех необходимых не сильно радостных моментов, связанных с гибелью их родных. Поэтому пять лет трагедии, 33 года чернобыльской трагедии. Эти все испытания, которые сегодня выпали на долю наших близких людей, которые находятся рядом с нами, это те люди, которые ну, скажем так, просто оказались в очень плохое, нехорошее время в том месте, где, называется, их просто взяли и заживо спалили в мирное время. В то еще время в Одессе было достаточно мирным городом. Поэтому еще раз соболезную искренние слова поддержки всем тем людям, которые оказались их семьи, которые оказались в эпицентре этих страшных страшных событий. всем добра и мира. Это самое главное, что сегодня может звучать во всех наших пожеланиях от сердца, которое мы сегодня говорим близким, родным и просто небезрождественным людям. день памяти, день скорби, еще один такой траурный день в истории украинского народа. Это 2 мая 2014 года. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода.